Всем привет, дорогие друзья! Располагайтесь удобненько, потому что ситуация накалилась до предела. То, что вытворяет искусственный интеллект, вообще мне очень нравится, потому что он ставит перед нами очень сложные вызовы, которые мне своими эриадорскими войсками тяжело не то чтобы преодолеть, но даже принимать. В любых других ситуациях, когда передо мной бы стоял выбор, я бы, пожалуй, от таких сражений отказался, но выбора у меня нет и мне приходится действовать, понимая, что где-то я слишком много тянул. Например, тянул с переброской войск из Куговода в Ромэн. В результате мы получили ситуацию, когда стэк уже тут и идет к Ромэну, а мы не успеваем сориентироваться. Это была ошибка. Причем эта ошибка может стать для меня фатальной. Вот этот вот стэк, с одной стороны, ему полпути до Торренбурга, но с другой стороны, что-то мне кажется, что он идет к Черным Вратам и через них собирается вернуться на просторы Мордора. И Мордор будет делать все, чтобы закрыть перевал Киритунгал, теперь уже грозящий ему, а не и Тилиену и Гондору. Мумакилы. Так я их боялся, думал, вот Гондор, как же он будет, бедный, воевать с этими Мумакилами, да всякое такое, а воевать с ними придется Эриадору, потому что я, осадив Ватавию, оказывается, нарвался на целый отряд слоников. Они вот тут вот, вот просто ходили, вот тут вот по прибрежной линии, и вот просто вот тут вот, оказывается, именно им нужно было осадить Ватавию. Нет, чтобы Хараду отправить их в Южный Гондор, и они бы там воевали с армиями Гондора. Нет, ему нужно привезти их именно к Ватавии, там, где мы только-только успели насобирать армию, маленькую бомжестек, как его обзывали уже в комментариях, к прошлым сериям, такое вот выражение, и вот этот бомжестек как раз и нарвался на эту самую армию. Вот что поделаешь. Ладно, будем с этим жить. Что нам нужно? Нам нужно на всякий случай подвезти корабли сюда, переобучить корабли, которые поопытнее, они у нас будут разбивать флот Харада, если таковой появится, а единственный город, который может давать флот, это у нас будет Умбар. Мы, кстати, могли бы... Могли бы, могли бы... У нас же тут два корабля освободились. Правильно, что тут сидеть? А ну вперед, блокировать Умбар. И тут нам корабль уже не нужен. То есть вот этот вот корабль мы можем отправить сюда. А вот этот вот корабль, так как он нам не нужен, или все-таки понадобится перебрасывать армию в зависимости от меняющейся ситуации? Очень-то мне не хочется садить своих в форт. С другой стороны, я могу не в форт посадить, а на переправу, еще даже если получится возле Гобел-Анкалимана. И вот на переправе я тут дел, конечно, сотворю. Так что, наверное, отправляем сюда, чтобы послужили переброски армии. И есть тут кораблик, который сразу может осадить порт Умбара, чтобы он ничего не нанимал. Но тогда я лишу своих возможностей отбыть. Хотя не лишу. И переобучить хочется, и колется. Ладно, пусть стоит здесь. Ну что, передаем ход и рискуем. Рискуем, сами знаете, чем. Получить сейчас кучу сражений, если, конечно, искусственный интеллект будет вести себя так, как я планирую. Но искусственный интеллект всегда ведет себя немножко по-своему. Гномы, что вы тут два стека уже возле Эрибара набрали? Отправляйте их. Отправляйте их к руну. Там сейчас разворачивается экшон. Нереальный просто. Рун объявил вторжение на земли лесных эльфов. Выбрал самого слабого противника. Вот, как я и говорил, вылазка. Вылазка, причем, конечно же, баланс сил не в нашу пользу. Если мы разобьем полутроллей, харадримских мародеров, то с макилами мы точно не справимся. Поэтому я отступаю. Все, вылезли. Довольны. Нет, таки пошли на нас. Вот же жестяк. Что же делать? Что же делать? Как же жить? Вступить в бой? Придется вступить в бой. Ну, это будет куча бегунов. Никакого боевого духа. Но если нам удастся этой армией завалить мумакила, хотя бы одного, то я буду горько рыдать и пить за победу. после того, как запишу эту серию. Так. С одной стороны, чем дальше мы от врага, тем меньше он по нам палит. С другой стороны, смысла вообще убегать от макилов нет никакого, потому что он и так, так или иначе будет по нам палить. Как-то так делаем. Угненные стрелы, конечно же. Пехоту сюда тоже. И будем загонять эту сволочь. Единственное, что я отведу подальше своего предводителя. В атаку! Оно будет стрелять. Ну, тут тоже все просто. Они к нам подойдут, мы по ним организуемся. Будем работать. Ну, нашли хорошую цель. Жесть, как я вам рад. На самом деле, потому что вы пытаетесь расстрелять именно троллей. Для троллей у меня есть пехота. Что вы творите? Идите в сторону макилов. Нет, даже вот так вот сделаем. Будем окружать. Не кучкуйтесь, не кучкуйтесь. Макилы будут стрелять как раз в ваших этих самых. Ваша кучка образования. Так, зажимаем троллей. И разбиваем их. Теперь можно вести нашего полководца. Первый отряд топ. Нет, не всех. По очереди топорщики с натиском будут набегать на это дело. Будем работать натиском. Топорщикам очень хорошо, потому что они пробивают броню. Сейчас, конечно, наши топорщики будут жестоко страдать. Мы сейчас будем все возможности использовать. Вот сюда и с натиском. Вот у нас два отряда. Вот отбегать и с натиском набегать. Сколько их четверо? Троллей мы забили. Давайте, ребята. Офигеть! Я нашел новое оружие против мумакилов. Друзья, это невероятно. Топорщики Эриадора ложат этих слонов. Офигеть! Я помню свою гондорскую кампанию как целый стэк. Мне эти слоники перелопатили. Может быть, все дело было в том, что слоники сосредоточились стрельбой по нашим лучникам и из-за этого не бегали. Попасть по ним было легко и мои топорщики их разделали. Честно, я в шоке. Это самая легкая победа над слониками, которую я когда-либо одерживал. завершить сражение еще и с такими потерями мизерными. Да я сейчас харат просто раскатаю в таком случае. Ну, конечно, с всадниками будет сложно, но теперь, кстати, я могу окружить Ватавию. Хотя сейчас подождите, сейчас мне еще предстоит сражаться со многими гнусными тварями. Так, рун, осада Торренбурга, вот тебе. Не к эльфам он шел. Хорошо, повоюем за Торренбург. Назад, таки отреагировали, действует на упреждение. Герой дня, командир аров, ох, нам еще и героя дня, торговую гильдию в Седоне, да это достойные подарки. Порт на три хода, тысяча золотых мистрант, доход от торгового поста супер, Келли Парбунт, Дэл, очень хорошие отношения, куча найма, опять куча строительства, новый член семьи, итоги хода и осада поселения. Так, я так понимаю, один ход мы выиграли, сюда подошла неполная армия, конечно же, мы будем воевать с ней на переправе, на переправе сюда мы отправим вот так вот своих войск, топорщики уйдут в Ромэн для поддержания общественного порядка, я рисковать не хочу, пять ходов, восемнадцать, тринадцать, семнадцать, долго ждать, строительство в самом Ромэне, мастерская кольчужника, но очень дорого, мы на это потратим все деньги, что касается куговода, нам сюда срочно нужно подводить войска и нанимать, потому что общественный порядок ждать не будет, мы что-то строим, гномы, 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 пропускайте нас, идите атаковать рун, наших здешних тоже не тронули, рун пошел дальше, давайте сначала разведданные получим, распределяют свои стэки, отлично, часть возвращают, часть распределяют, в общем-то, этих ребят срочно нужно отправить, посмотреть, что тут за дела, где армия эльфов, и армия эльфов тут не вижу, эльфы, вы что, вы где, может, может где-то тут, нет, не тут, плохи дела, друзья, полный стэк нас окружил, оборону у нас вроде ими, жесть, как же не вовремя, я не успел создать баллисты, к сожалению, а тут, как я и говорил, они движутся в сторону врат черных, ладно, пофиг, переживем это как-то, нам тут нужно переходить, переходить и двигаться в сторону переправы, оставили, отлично, отбили или прошли мимо, ого, даже так, это, наверное, после сражения они отступили в этот форт, касс-шафра взята, возле хас-яйба, ну, наращивайте нападение, разбивайте вот этот стэк и идите повторно брать касс-шафру, здесь я вам помогу, если, если все сложится удачно, я могу стать на переправе своими отрядами и разбить немало врагов, вопрос, кто мне придет на помощь, кто успеет, нет, на этом ходу еще не успеют, поэтому пока не вариант, наверное, вариант спрятаться за армией Гондора, вот тут вот, заставить врагов побегать за нами, или не надо этого делать, попробовать пойти на объединение, мои силы все сюда, тут у Гондора достаточно сил, а мне-то они необходимы, чтобы заградить переправу и справиться с Харадом, ребята, куда вас везти, вас везти в Мина-Сытель-Кири-Тунгл, или сюда армии придут, а вас лучше в сторону Харада, наверное, отведу, сюда-то силы придут, и вот они мои стэки, может быть, даже их придется повести в сторону Харада, так, изенгарду не дают наращивать, но Рохан молодец, красавчик, супер, пожалуйста, вот вам весь ваш изен, вы что, реально позволяете изену так себя вести, так, ладно, наша лучшая защита это укрепление силы нашей армии, я этим сейчас займусь, больше кавалерии, пехотку тогда можно уводить отсюда прочь, давайте, Рохан, в общем, действуйте, все в ваших руках и в ваших силах, это вам придется отбивать натиск изенгарда, если он выйдет из-под контроля, а у меня армии, которые мне в случае чего помогут, такие есть, два отряда приполчения создали, их тоже придется ввести в атаку, анумина, строительство ведется, кавалерию нанимаем, пока кавалерия недоступна, недоступна, и дуны арт тоже недоступна, ладно, посмотрим, как там у нас с баллистами, пока нет доступа, хорошо, а, мастерская кольчужника откроет перед нами возможность построить осадное орудие, вот, дошла наша армия, дошли наши осадные орудия, заменяем, проводим замену, конечно же, наша армия с осадными орудиями станет сильнее, и уже будем направлять их в сторону долг гулдура, можно сказать, что я почти готов к нападению, 4 стека у нас есть, долг гулдур, конечно, тоже сам копит силы, так, куда пошли эльфы, где ваша армия, но пока что здесь стек все-таки 2 стека неполных, то есть преимущество какое-то у нас есть, так, я сказал себе, что буду разведывать, и что мы там наразведывали, наразведывали мы такую ситуацию, что нам лучше будет это все дело обойти где-то вот так, чтобы не соприкоснуться, я думаю, я думаю, что мы не пищевой цепочке руна сейчас состоим, и кстати, Арагорн, Арагорн-то у нас может становиться вот сюда, сначала форт возьмем, в форте мы кого-то оставим, чтобы нам в спину никто не ударил, это будет правильным решением, оставим один отрядик, вот этот вот самый слабый, на переправу, из переправы осаждаем, Бург Эрмана Рикис, если мы его возьмем, то по руну это будет вообще шикарный удар, хочу посмотреть, идут ли стейки сюда, или они отправили, ха, замечательно, они отправили небольшую армию, такие высадка Арагорна повлияла, как вот все звезды просто сошлись, что так нам реально повезло, я мог бы убедиться, но я хочу посмотреть, когда знаю, как это сделать, Мистрант, что у нас тут, вот она армия, которая с одной стороны могла бы ударить по переправе, но из-за форта не сможет этого сделать, значит у нас будет время захватить Борг Эрмана Рикис, ты идешь сюда, дружище, в Матораме стеки есть, а вот ты, ты идешь следить за обстановкой здесь, а тебя, друг, я отправлю вот сюда, скорее всего, часть стеков, да, два стека, он кульдонованно вернул, супер, разделение, это лучшее, что можно пожелать врагу, если враг разделен, значит, вы считаете, начинаете одерживать победу, так, тут надо вот это строить по-любому, переобучаем, что там у нас с наймом, 8%, еще ни на что не хватает, но строить и нанимать, если что, мы здесь сможем многих, не буду пока тратить деньги на переобучение здесь, лучше я буду нанимать войска в Каэр Андресе, уже есть возможность, Хэна Танун, защищайте сами, я при всем своем желании вам не помогу, можно, кстати, подвести, может быть, рун клюнет, и мы сможем нанять за один ход, так, Малгалат, ну, что тут, тут, наверное, надо проследить за тем, куда пойдет вот эта армия, и вот эта армия, все они к Торренбургу идут и к Лихолесью, то есть, у нас там ограниченное число времени за которое мы можем действовать и добывать наши результаты, плюс, естественно, мы осаждаем Ватавию, Ватавия, и всадники там оказались заложниками нашими, значит, нам здесь войска пока не понадобятся, корабли переобучаем, 25, отлично, 25 добавить, сколько у вас здесь, сколько у вас здесь кораблей, если будет драка, вдруг, флотов, 37, да, они посильнее будут, но если добавить еще и вот этот вот кораблик, рядом поставить, чтобы участвовал в сражении, в осаде, нужен, 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 дружище, что, порт никак, давайте подведем тогда так, то может быть, победа будет за нами, лучнички, это хорошо, флот можно использовать для того, чтобы отвезти один отряд, высадим их сюда, давай тогда, иди на помощь, и потом лучников отвезти, либо отправить вот сюда, чтобы флотилию свою укрепить, так, тут у нас будет переобучение, пусть оно и происходит, пошли, пошли, рискуем, конечно, своей армией, но на переправу я поставить ее тоже не могу, а что рискуем, вообще-то не рискуем, на самом деле у нас тут очень хорошее положение, седонно, лавки купцов, строим, и давайте посмотрим, мордор, пока мы вглубь мордора не идем, мы немножко копим силами, чтобы мы могли удержать общественный порядок в этих городах, и ждем подкрепления, а потом только пойдем завоевывать лагеря, опять передаем ход что ли, да, пошла передача ходов, 65, здесь наша помощь не нужна будет, пусть рассчитают итоги боя, победа за нами, все, Рохан вернулся назад, стал естественной затычкой для Изенгарда, ситуация, когда повторится, в следующий раз такая же, что Рохан покинет пределы Изенгарда, тогда мы осадим сам Изенгард, потому что все наши армии будут уже там возле, и будут готовы, так, ждем, не дождемся, пока настанет очередь ходьбы темных фракций, потому что все самое смачное начинается с них, Харат опять осада, но больше интересует, что будет делать Рун, если попытается взять Кас Шафра, ну тут крупная группировка, я думаю Гондору тут ничего не светит, но как мы смачно все-таки разбили армию Мумакилов, это шикарно, ага, 63 против наших, дайте победу, пожалуйста, очевидное поражение, мы потеряли весь наш флот, а враг получил еще и опыт, ну что ж, жалко, мобильности определенной, это нас лишило, не страшно, Торренбург, берут нас в осаду, берут нас в осаду, друзья, ну что ж, это будет эпичное сражение, и мы будем защищаться всеми силами, если они получат контроль над Торренбургом, это конечно будет очень, очень плохо для нас, мы потеряем крепость, которая закрывала Мордору проход в Лихолесье, но я надеюсь, что у этой крепости много уровней фортификации, точнее два, как минимум должно быть, и все наши лучники будут до последнего сражаться, так, да, осада будет долгой, так что серия, скорее всего, тоже будет надолго, надолго, а что ж так, у вас только, ага, осадных орудий у них много на самом деле, будем рассчитывать на то, что нам наши стены помогут, но нам надо беречь боезапас наших лучников, причем вот этих вот лучников боезапас надо беречь тем более, поэтому их поставим вот сюда и запретим им стрелять, и вот этих лучников боезапас беречь надо тем более, на элиту их оставим, их поставим вот сюда и запретим стрелять, это два отряда, чей боезапас для нас важен, И вот этих вот лучников боезапас тоже нужно беречь, но мы просто запретим им стрелять, но поставим пока вот здесь. Пехота. Пехоты у нас немного. Если что, мы будем держать их тут рядом. Этих ребят тоже где-то поближе. Этих ребят тоже где-то здесь. Запретим им стрелять. Это наши резервы. Вот эти вот у нас могут стрелять. И вот эти вот у нас могут стрелять. Их можем поставить сюда. Вместо вот этих наших 13. 13 поставим вот сюда. И 18 у нас есть. Можно выставить тут. 29 воинов тоже сюда. Пока здесь стойте. Так. Всю эту малышнюю карандашнюю объединим. Всем остальным вот это вот выставить обязательно. Ну что. Два отряда, которые могут стрелять. Хорошо. Могут пусть стреляют. Первыми, кого мы расстреляем, это и стерлинги-охотники. Не такая уж и сильная тварь. А вот с кем нам сложно будет, это с вот этими вот ребятами. С вот этими вот ребятами. Вот это тоже все можно поразить. Ну и самое главное, это, конечно, всадники разнообразные. Бельхотов истребить легко. У нас вот эта вот стенка хорошая. Потому что, если они прорвутся сюда, то мы сможем обстрелять с нее. Надо сейчас думать, куда мы поведем наших лучников. На какие стены выставим. Вот, наверное, этих поставим на вот эту стенку. Вот этих поставим вместо Бри Бандабраса. Я бы попробовал расставить здесь, но здесь они будут беззащитны. Может быть, на вот эту стенку их отведем. Нет, не вот этих. Вот этих на вот эту стенку отведем. Идея будет простой. Убить как можно больше воинов врага до того, как они сломают нашу защиту. Так, уводим их отсюда. Значит, вы у нас смертники, да, в эту категорию попадаете. Остальные будут расставляться на втором уровне фортификации. Здесь мы дольше сможем себя защищать. Вот этих, значит, сюда поведем. И вот эти два отряда поведем тоже сюда. Попробуем открыть врата, чтобы не дать разбить их тарану. И ударить по врагу. Я знаю, что это может привлечь вражескую кавалерию, но если что, мы потом врата закроем. Да, враг начал действовать. Ладно, уходим. Давайте сюда. Да. Запустим противников, но сразу получим контроль, как только они зайдут. Слушайте, если все так просто, то... Может, не продолжать так действовать. Хитрый маневр. Так, 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 так. Просто да непросто. Надо их обратить в бегство, пока подкрепление к врагу не пришло. Стоять, держать, сражаться. Там-то у них еще таранчики есть. Один отряд они потеряют. Закрыли мы врата, нет? Врата до сих пор открыты. Так, врукопашную. Только потому, что я знаю, что они слабые воины. Они ни одного моего не убьют. И стерлинги-охотники. Потрясены. Ну, давайте, давайте, пугайтесь. Колеблются уже. А пока приближаются вот отрядики. Еще одно ополчение из стерлингов. Они хотят какую-то ерунду сюда присылать. Двенадцать. Кто там у нас стреляет? Эти ребята стреляют. Топорчики сюда. Будем действовать такими вещами. Все, побежали. Отлично. Врата за ними должны закрыться. Закрываемся. Мы закрываемся? Если надо для этого отойти, то я отойду. Давайте вот этих вот охотников начинаем расстреливать. Так мы закрываемся или нет? Я могу таран вообще забрать себе. Затащить внутрь, если он мешает. Это было бы дерзко, однако. Или разбить его нафиг. Или не разбивать, подождать, пока они зайдут внутрь. Там остальная армия стоит как-то себя. Бестолково ведет и проявляет. Ладно, ставим на двоечку. Смотрим, что это даст. Но у нас уже есть 6% убитых врагов. При том, что мы потеряли только 3% убитых своими. Так, охотники и стерлинги. Начинаем их убивать. 5, 57, так, хорошо, 53. Ну, замечательно. Сейчас еще обратим их в бегство. Только дадим второму отряду зайти сюда, чтобы со спины их ударить. Или можем ударить с натиском, потом отбежать. Ну, сейчас где-то с десяток положим их. Так, теперь опять отходим. Они пока пытаются догнать. Опять с натиском. До сюда. И вот так вот. Через shift-alt для лучников. Хорошо. Они бегут. Отлично. Справились с одним отрядом. Идет второй отряд. 12% пока у нас двойное преимущество. Что-то они там скакнули, передвинулись. Куда, зачем, непонятно. Наши лучники уже. Там, ну, давайте. Идите сюда. Идите. Я с вами повоюю. Даже вот так вот сделаем. То же самое с ними попробуем провернуть. Так, нет. Вот сюда и со спины. Ну, что, идем. Кто там следующий идет? Воины. Бальход. Если стек руна сольется так по одиночке, то это вообще идеально. А пока что, конечно, я своих топорщиков трачу. Воюю я с этим ополчением. До сюда. В тыл им. Это уже все выстрелили. Мы можем заменить их на свободный отряд. Такие нам надо лучников сюда. Которые там у нас стоят. Или вот этих вот ребят. Хотя давайте лучников. Так, бальхотовцы. Бальхотовцев нужно сковать боем. Давайте быстро, быстро, быстро. Их нужно пугать числом. Будете у меня пугать числом. Так, одного моего лучника убили. Это плохо. Не надо заразом позволять это делать. Второго лучника убили. Все, бегут. Замечательно. Вот и давайте. Уносите лапки отсюда. Надо это как-то на поток пустить. С одной стороны, наверное, вот этих вот. Ребята тут. Вы идите сюда, будете расстреливать. Значит, второй отряд, что я вызвал, вы пойдете сюда. Как у нас, 16 на 20. Не совсем хорошо получается. Как-то надо это сделать, чтобы работало получше. Механизм наш. Зажима с двух сторон. Может даже вот этих сюда перевести. Может, обстрел поможет. Хотя, в принципе, зачем нам вести их на стены, если они прекрасно приживаются и здесь. Давайте, ребята, ваша очередь. Вы стреляете. Вы стреляете, а вы зажимаете. И таким образом происходит пужание воинов Бальхот. Они пужаются и убегаются. Правда, тут еще надо закрывающий отряд поставить, чтобы убивал тех, кто бежит. Мораль врага разбивается. Вот они и побежали. Давайте, вы тогда пойдете сюда. 17 на 24. Вот это вот такая тактика пойдет. В сторону. Пока хватит. Их расстреляют и башни, я думаю. Стреляют ведь, да. В спину бегущим, тем легче. Вот эти возвращаются, конечно. Сколько? 24 процента. То есть четверть армии врага. С кавалерией мы так не повоюем? Ай, когда расставлял, забыл коля выставить. Вот это я глупость сотворил. А, хотя нет, я не мог выставить коля, потому что он был моим военачальником. Мне доступна была только его способность. Коли были недоступны. В сторону. Принимаем бальхотовцев. Че творите? Пытаются нас закидывать, поэтому принимаем их. И разбиваем. Все. Разбили, причем очень хорошо. Отступаем. Выпускаем. Следующий отряд у нас идет. Это... Охотнички. Так, с ними сейчас мы и будем работать. И следующий отряд на подходе. Пожалуйста, можете расстреливать. Бьются насмерть, тем лучше. Так, прекращаем. Прекращаем. Че, мы всех их почти забили. 32. Отлично. Так, вон тут новые. Тоже бегут. Значит, тоже деремся. Нет, теперь раступились. Раступились. Следующий отряд. Истерлинги-охотники. Защита Торренбурга эпична. Что ж с этим искусственным интеллектом случилось-то? Что ты так себя ведешь? Ну, по чуть-чуть. 20 на 33. Его проценты, это не мои проценты. Если в каждом его проценте десятки и сотни воинов, то десятки, точнее, воинов, то в каждом моем проценте, ну, один-два воина. Поэтому все-таки победа за мной будет. 70, 69. Но пока такие идут, конечно, нам легко. Арбалетчиков еще сейчас сольют. И с трех сторон. Куда стрелять по моим? Перезаряжаются, ведут стрельбу, колеблются. О, сражаются насмерть. Замечательно. Значит, мы можем их скушать. Так, на двоечке. Съидаем их полностью. Прекратить стрелять. Вот эти вот, ребята, давайте, понужайте их. Отступили. Отступили. Ждем арбалетчиков. Арбалетчикам нельзя дать выстрелить. А то будет плохо. 39 процентов. Уже почти половина. Так, атакуем. Атакуем. Зажимаем. И стреляем. Они не успели сориентироваться их сразу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ждь! И обратили в бегство. О, сломлены. Зажаты. Нет, не зажаты. Зажаты. Не зажаты. Так, это что? Это маленький кусочек. Возвращается 18 штучек. Давайте их добьем. Эти отступают. Топорщики тоже на исходную. Лучники на исходную. О, а тут воины посерьезнее идут. Причем отряд за отрядом. Если их разобьем, следующими будут вот эти. Если их разобьем, то ситуация уже более-менее поменяется в нашу пользу. Хотя, конечно, тоже не сахар с ними сражаться. Давайте, вот на этих переключайтесь. Готовьтесь вы. И, наверное, выведу своих тоже лучников. Потому что без них тяжело вооруженную фигню разбивать будет очень сложно. И вот этих тоже, наверное, выведу. Алибордисты кланов. Плюс, наверное, моих следопытов надо наверх привезти. Они-то оттуда будут хорошо попадать. Так, идем. Запускаем, помним. Нам надо их запустить. Обязан. Надо по ним ударить с разных сторон еще и с натиска. Так, чтобы они запужались до смерти. Давайте, ребята, вот сюда, на этот краешек стены. Эти уже все встречающие. Встречающие уже все. Куда побежали? Ладно, мы бежать за ними не будем. Мы знаем, кого мы сейчас будем встречать. Но эти больно нас ударили, между прочим. Заметьте. Я думаю, их разобьют. Наши ребята. Хотя мы часть лучников потеряем в этом бою. Потому что это все-таки алибордисты. То есть нам нужна сила, которая бы не пускала. Так, еще один отряд. Это мечники кланов. А, ну это слабенькие. Слабенькие, слабенькие. Вы отсюда уходите. Что мы там, получается разбить их? Пятеро. Получается. Но ценой нашей жизни. Сколько на сколько? 31 на половину. Отлично. Все. Доразбили всех. Что вы там, заходите или вы? Да. Они подождали, пока их разбили. Теперь они готовы. Этими сковываем. Этими с натиском. Этими зажимаем. Вот у нас еще один зажимающий отряд будет. Сюда наших хоббитцев подведем. Сейчас посмотрим, насколько эффективно. 28, 26, 21. Все. Сломлены. Еще бельхот и серьезная пехота. Остается у них еще два отряда таких. Отряд олибордистов. Отряд мечников. Еще бельхот и кавалерия. Все еще не в нашу пользу сражения. К сожалению, хотя наши получили опыт. Лучники по чуть-чуть унастают. Вот эти вот ребята тоже. От них только видимость осталась. Бельхот мы и так разобьем. А вот этих нужно бы пострелять, но некем. Пострелять издалека. Значит, постреляем тут. Ребята готовы? Чтоб они у нас там не успели ничего натворить. Мы их сразу испугали. О, битва насмерть. Замечательно. Ребята подходят. Я думаю, стены сразу согрелись. Так, всех истребили. Надо успеть отвезти своих на исходные позиции. Живы. Отлично. Лучники у нас по чуть-чуть тают. И мы снова готовы. Готовы принимать вражескую элиту. Так, стрелки готовы. Задерживающие готовы. Так, тут мы немножко упустили, конечно. Все, все, все стреляем. Нам надо их зажимать. Даже попробуем зажать их. Удар нанести в спину. Следующее ополчение стерлингов идет. Вот эти вот ребята долго будут стоять. Их, конечно, хорошо расстреливают. Давайте так, чтобы вообще в спину им. 29-27. Но убьют они наших многих. 65 на 38. И, к сожалению, лучников. Так что следующую осаду будет сложно пережить. Уже на подходе. А этих уже и не осталось. Зубы без зубов. 4. Хорошо. Отходим. Топорщиков жалко. Тоже очень много потеряли. Что, весь отряд убили, да? Наших. Этих самых. Все. Это у нас ополчение. Переключаем стрельбу на них. Топорщики в атаку. Лучники в атаку. Все для того, чтобы испугать. Скоро пугать будет некем. Бельхот. Три отряда и два отряда кавалерии. Хватит ли нас? Задаюсь я себе вопросом. А хватит ли нам сил? Чего не стреляете? Стреляете. О, все, побежали. Отлично. Еще и добиваю почти до последнего. То есть так, рун лишился стэка на рубеже с нами. 4. Отступить. Отступить. Стойте, где стоите. Вы, пожалуй, сюда. Я вас отодвину. И еще выстрелы есть. Следующий клиент. Клиент всегда прав. Клиент всегда мертв. Так, и вы тоже отступите. А, нет, не отступайте. Это же бельхотцы. Они будут метать. Не поедаем. Пока никаких отрядов. Стоят на своем. Только не говорите, что нам нужно будет еще и вылазку делать за вами. Еще и бьются насмерть. Давайте на шестерку поставим. Нет, повели. Отряд. Все как обычно. Доедаем их 11. Отошли. Четверо, трое, двое. И до последнего. Хорошо, отошли. Топорщики отошли. Ты стой здесь. Кто пошел у нас в ополчении стерлингов. Ждем. Вроде стрел осталось и на кавалерию. Ворочается осадная башня. Поедание врага возле ворот трупов просто невероятно много. Но мы почти все отряды на эту армию сольем. Так, стрельба, 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 атака, окружение, заедание. Так, вот они колеблются уже. И когда же вы сломитесь? Чем нас меньше, тем тяжелее их сломить. О, пошла кавалерия. Хорошо, что стрелковая. С этими будем только стрелять. Кавалерия нас в рукопашном разделает. Разделает. В сторону, в сторону. Так, тут только она зайдет мы. Сразу начнем обстрел по ним. Давай, заходи. Дружок. Заодно и посмотрим, насколько тяжело эту кавалерию будет убить. Отдадим им на съедение лучников. Давайте, ребята. На расстрелах. Ой, два отряда пехоты, один отряд кавалерии. 24. Ну, тут и они постреляют по нам. 22. И мы по ним. 20. 18. 17. А там что, ударная, что ли, кавалерия? О, бог ты мой, ударная. Еще и очень хорошая ударная кавалерия. 13. 12. Ну, все, бегут сломлены. Хватит, хватит. Добивать. 6. Четверо. Вот она и пошла, ударная кавалерия. Сейчас будет выясняться наша судьба. Если эти готовы были пострелять по нам, то ударная кавалерия – это зло. Давайте наших хоббитов наверх. Ребята, вас вниз, вас лицом к врагу. Вы завяжетесь с ударниками. Я не знаю, что насчет вас делать. Кавалерия уже близко. Без помощи хоббитов будет сложно. Все, они рядом. Начинаем обстрел. Хоббитцы обстрел. Все обстрел. Завязываем их в бою, чтобы они не бросились на наших лучников. 38. Ну, замечательно. Уже умирают 37, 36. Давайте, ребята. Это котен для вас. 34. Подождите, это хоть ударная или это таки стрелковая? Колчаны есть. Конные стрелки – это стрелковая кавалерия. Ну и посмотрим потом, как пехоту разобьем. 28. А чё, чё, чё? Прекращаем стрельбу. Надо стрелять. 23, 22. 16, 13. За счёт хоббитов наши лучники уже. И вот эти чё-то не стреляют. Чё не стреляете? 10. 7. Всё, разбили. И вражеского командира, который командовал этой армией, тоже убили. Круто. О! Они с осадными орудиями сюда. Раз они с осадными, то мы со стен уходим. Нам на стенах делать нечего. Остатки нашей луковой силы расположим вот здесь. Будем встречать их. Вот сюда. И наших стрелков вот сюда тоже будем врага принимать. Берите эти стены. Они ваши. А я вас на них расстреляю. Вот этих вот желательно. Они попасть не будут. Давайте по ним огонь, огонь, огонь по ним. Огонь по ним, ребята. Давайте, давайте, давайте. Им на съедение отряд лучников надо будет отправить. А то они... Вот так всё разворачивается слишком быстро. Как они тут стоят, мы можем в них стрелять. Потом отойдём у них с дороги. Они у нас самые опасные сейчас. Давайте поставим вообще перед ними лучников. Увы, сюда поближе. Сколько? 57, 56. Есть урон. Отлично. А потом ещё и вот эти вот спустятся. Их нужно тоже как-то оградить. Давайте, давайте убивать их, пока не спустились. Они самые опасные. Ещё хотя бы с десяток. 46. 43. 41. Сейчас и эти будут спускаться. В них стрелять уже некогда. Да-да-да-да-да-да-да. Куда побежали? 36. Не подпускаем к нашему полководцу. Остановить любой ценой. Окружить. Теперь наше дело вот тут. Вот этих надо расстреливать. А этих окружаем и лучниками съедаем. Они потрясены всё ещё. Но они хорошо сопротивляются. Ой, добрались до наших этих самых. Сломлены. Замечательно. Давай, убивай его. Молодец. Всё. Стреляем. И сейчас очень важно, очень важно наших лучников поберечь. Потому что они нам пригодятся ещё в следующих сражениях. Вот этих сюда быстро. Сколько там их? 68. Ай-яй-яй. Кажется, зря я развернулся. Нет, ладно, давайте сражаться. Этот отряд уже не спасти. Я думаю, мы одержим победу. В спину им. В спину все. Испугаем и быстрее закончим. 31, 20. Всё. Завершить битву. Это наша победа. На 364, на 1245. Очень интересное получилось взаимодействие с противником. Но я бы, конечно, не прочь бы повторить ещё такие сражения. Понравились они мне. Выкуп или казнить? Казнить, конечно. Не оставляем врагу сил. О, ещё одна атака. Но её мы проведём уже в следующей серии. Такие они, минуя форт, атакуют Арагорна. 63, 923, 161. Будет ли это означать, что нам таки удастся Бург Эрмана Рикис захватить без сражения за него? Или нет, мы увидим в следующей серии. Друзья, подписывайтесь. Оставляйте лайки. Оставляйте ваши комментарии. И, конечно же, смотрите продолжение. Оно будет через день. Такой график выхода серии Реодора. Рекламирую также свою компанию за Гондор, которую прошёл. Изенгард, которую прохожу. Дага Тур в модификации Тест Тотал Вор. Все эти видео вы можете найти, спустившись в описание под видео, раскрыв его полностью. Нажав на кнопку «Ещё». И там есть ссылка на мои плейлисты. Заходите туда, располагайтесь и устраивайтесь надолго и поудобнее. Приятного вам просмотра.